В эфире новости день за днём. В студии работает Олег Соловьёв. Здравствуйте. О событиях, которые нам показались интересными, расскажем прямо сейчас. Сегодня в программе. Прекрасная погода, солнечный день, у всех хорошее настроение. Десногорск отметил Всероссийский день велопаратов. Целями и задачами, которые являются профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Внимание, дети! Профилактическая операция сотрудников ГИБДД. Трудности были у нас, но всё преодолели. Как говорится, было бы желание, да, а всё сделать можно. Спектакль проекта творческого воспитания детей через кукольный театр. Переходим к темам выпуска. Предприниматели из Смоленщины играют важную роль в развитии всей области. В Смоленском регионе около 40 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых задействован каждый шестой житель области. А в сфере лёгкой промышленности на данный момент работает 160 предприятий, продукция которых пользуется успехом не только в России, но и за её пределами. Одно из таких производств посетил глава региона Алексей Островский. Смолянка Юлия Нинахова 13 лет назад основала своё швейное производство. Сегодня под её началом трудятся уже 78 человек, а рынок сбыта вышел за пределы России. Глава региона подчеркнул, что премьер-директор предприятия достоин подражания, а также предложил ей свою поддержку. 26 мая Десногорск присоединился к единому по всей России Дню велопарадов. Эта акция в последнее воскресенье мая проводится во многих российских городах. В 2018 году велопарады объединили свыше 100 населённых пунктов. Чем запомнится праздник этого года? Смотрите в сюжете. Предложение проводить Единый день велопарадов было озвучено на совещании в Министерстве транспорта Российской Федерации в сентябре 2015 года. А в качестве единого дня проведения велопарадов было выбрано последнее воскресенье мая. В этом году он прошёл 26 мая. Десногорские мероприятия с каждым годом привлекают всё больше новых сторонников. С солнечным воскресным утром у памятника «Ангел мира» собралось около сотни любителей прокатиться с ветерком. Работников городских организаций, школьников, людей старшего поколения, а также представителей городской администрации, в этот день велосипедная эпидемия захватила всех. Встроенные колонны участники отправились в путь по улицам города с дальнейшей остановкой в Атомпарке. Важной частью праздника было открытие велосипедной кросс-кантри-трассы. Сообществом велосипедистов города во главе с Дмитрием Микименко велотропа была обустроена в кратчайшие строки и уже готова принять всех любителей велосипедных прогулок. Торжественности празднику добавило приветственное слово одного из участников пробега, главы Десногорска Андрея Шубина. Дорогие друзья, я думаю, что сегодняшний наш небольшой велопробег всем понравился? Да! И мы с вами сейчас плавно перейдем на экстремальную толку. Маршрут велотрассы пролегает по всей территории парка и подходит для катания велосипедистов самого разного уровня подготовки. Это первый шаг в реализации интересного и амбициозного городского проекта под названием Атомпарк. Мы очень надеемся, что тем, чем мы занимаемся вместе с администрацией, вместе с нашими городскими сообществами, очень полюбятся всем вам, всем нашим жителям. Эта территория будет жить, будет процветать и мы для этого будем прикладывать все усилия. Благодаря взаимодействию инициативной группы и жителей, в скором времени лесной участок в черте города станет комфортным, светным и безопасным местом отдыха горожан. А традиция велосипедных парадов будет продолжена и дальше. Олег Соловьев, Юлия Соборева, Виталий Степанов, Светлана Дозганова, Десна ТВР. Молодые специалисты, которые уедут трудиться в Смоленскую глубинку, теперь могут рассчитывать на 250 тысяч рублей. Единовременная выплата полагается тем, кто решил уехать в отдаленные населенные пункты и вести там свою профессиональную деятельность. При этом меры поддержки действуют уже несколько лет. Изначальная сумма подъемных составляла 70 тысяч рублей, затем была прииндексирована до 210, а теперь до 250 тысяч рублей. Кроме этого, расширен круг получателей финансовой помощи. Теперь к списку востребованных профессий добавили ветеринаров. Безопасность детей на дорогах превыше всего. В связи с этим в период 7 апреля по 2 июня сотрудниками Десногорского ГИБДД проводится плановая операция «Внимание, дети!». Подробности в сюжете. С начала этого года и по апрель месяц на территории Смоленской области было зарегистрировано 206 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 22 человека погибло и 269 получили серьёзные ранения. С участием детей в области произошло 24 аварии, 35 детей ранено. Ситуация на дорогах хоть и находится под постоянным контролем ДТИ, но в большинстве случаев зависит от самих участников движения. Поэтому, чтобы сократить, а по возможности и исключить полностью детский травматизм, полученный на дорогах, сотрудники ГИБДД проводят регулярные рейды. С наступлением каникул хотелось бы обратить внимание на перевозку детей в детских удерживающих устройствах, на переход в проезжей части только в установленных местах. Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают родителям о необходимости проводить с детьми разъяснительные беседы. Ещё в дошкольном и младшем школьном возрасте формировать у них знания об основных правилах дорожного движения. Обращаем внимание, что движение велосипедистов старше 14 лет осуществляется как пешеходная дорожка, допускает задвижение пешеходов по правому кражу проезжей части или обочине. Переходить улицу только по переходу. В местах, где установлен светофор необходимо дождаться зелёный свет. Быть особо внимательным, смотреть по сторонам и не отвлекаться на разговоры и телефон. Эти и другие правила помогут сохранить жизнь и здоровье ребёнку. А в ходе данной профилактической операции сотрудниками ГИБДД нарушений не выявлено. И жители Десногорска проявили себя как сознательные пешеходы, а водители – как внимательные участники дорожного движения. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Россия не продолжают курить сигареты неизвестного происхождения. Доля нелегальной табачной продукции в первом квартале 2019 года составила 10% против 7,5% за аналогичный период прошлого года. При этом доля серого товара растёт не только в приграничных, но и в центральных регионах страны. Нелегальная табачная продукция поступает в Россию из соседних стран – Армения, Казахстан, Киргизия. А наибольший поток серого товара идёт из Белоруссии. Основной причиной роста нелегального рынка сигарет эксперты называют кратную разницу в цене между легальной и нелегальной продукцией. Если акцизы на табачную продукцию в России продолжат рост, это усугубит проблему. При таком развитии событий прогнозируемые финансовые потери бюджета России по итогам года могут превысить 70 миллиардов рублей. Совет женщин и созданное имя труппа кукольного театра, в который вошли дети из многодетных семей Десногорска, шаг за шагом движется к намеченной цели. 25 мая в Десногорской детской музыкальной школе был показан кукольный спектакль «Колобок». Подробности в сюжете. Театр кукол. Как много значит он для детского сердца? С каким нетерпением ждут дети встречи с ним? Куклы могут всё или почти всё. Они веселят, обучают, развивают творческие способности дошкольников, корректируют их поведение. Счастливые улыбки, горящие глаза и радостные лица малышей после просмотра спектакля наглядно показывают, что такое зрелище в нашем городе востребовано. В 2018 году Совет женщин Десногорска одержал победу в конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. А уже летом того же года в городе Десногорске была создана труппа кукольного театра. За прошедший год была проделана огромная работа. В первую очередь был проведен уникальный обмен творческим опытом. Под кураторством Смоленского театра кукол в Десногорске были освоены все тонкости этого искусства, начиная от изготовления кукол до постановки представлений. Было, конечно, очень сложно. Очень много это отнимало времени личного. Ну, конечно, эти были какие-то моменты трудности были у нас. Но всё преодолели. Как говорится, было бы желание, да, а всё сделать можно. Сегодняшний спектакль «Колобок» – это результат долгого и интересного процесса, на котором Совет Женщин Десногорска не останавливается. Мы стали участниками конкурса на предоставление субсидий Департамента внутренней политики Смоленской области. И нам выделили сумму на продолжение. Премьера нового спектакля ожидается к Новому году. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать – театру в нашем городе быть. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Россияне снова набрали кредитов. В апреле сограждане взяли в долг почти 800 миллиардов рублей. Тем самым количество выданных кредитов выросло на 13% по сравнению с апрелем прошлого года. В целом повышающая тенденция отмечена по всем видам кредитов в любом временном отрезке. Так, объем кредитов наличными вырос на 19%, а средний размер выданного кредита вырос на 7% и составил 273 тысячи рублей. Кроме этого, выросло количество выданных банковских карт на 16%. Отрицательная динамика наблюдается только в ипотечном кредитовании. Количество ипотечных займов, то есть средств, которые были перечислены на счета заемщиков, в апреле уменьшилось на 12%. Эксперты уверены, что рост закредитованности населения связан с нехваткой денег у россиян. Кроме этого, повышающий спрос на кредиты связан, в частности, с ростом цен. Сборная России по хоккею обыграла Чехию и стала бронзовым призером чемпионата мира. Утешительная награда красной машине досталась непросто. 26 мая на арене в Братиславе основное время встречи соперников закончилось в ничью 2-2. Решалась судьба бронзы уже в серии после матчевых буллитов, где точнее оказались хоккеисты сборной России. Итог встречи 3-2 в пользу красной машины. Лучшим игроком в составе российской команды признали голкипера Андрея Василевского. А золото чемпионата мира по хоккею 2019 года получила сборная Финляндии. Финны выиграли у канадцев со счетом 3-1. И о погоде. 28 мая в Десногорске малооблачная, возможно, гроза. Днем плюс 25, ночью около 14 тепла. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин